Привет! На календаре самый приятный день недели, на твоем экране самые приятные игровые новости, логично. Если любишь пятницы так же, как и мы, ставь сразу лайк. Но мы объявляем неделю научных исследований и пытаемся ответить на важные вопросы жизни, вселенной и всего остального. Можно ли превратить котика в козла? Сможет ли Ария Старк победить Бэтмена? И можно ли увидеть первый скриншот будущей ГТА, если у тебя нет микроскопа? Об этом и многом другом сразу после заставки. Ну а начнем мы сегодня с новостей генной инженерии. Вот как ты считаешь, можно ли превратить котика в козла? Ученые и биологи уверяют, что нет. Но игровая индустрия с ними не согласна и настойчиво пытается превратить Бобби котика в козла отпущения. На этот раз против Activision Blizzard выступил глава Xbox Фил Спенсер. Он заявил, что Microsoft глубоко обеспокоена ужасными действиями издателя и в настоящий момент оценивает все аспекты отношений между компаниями. Что это значит, непонятно, но точно ничего хорошего. Тем временем сотрудники Activision Blizzard собирают подписи под призывом уволить котика. К петиции присоединились уже порядка полутора тысяч работников компании, и это число постоянно растет. Но совет директоров пока стоит насмерть и заявляет, что все обвинения совершенно бездоказательны. Конечно, руководство с удовольствием принесло бы котика в жертву, чтобы замять скандал. Но, похоже, просто не может. Во-первых, это реально лучший менеджер в игровой индустрии. За время его руководства капитализация компании выросла с 10 миллионов до 70 миллиардов. А во-вторых, по контракту в случае увольнения без причин котик получит более четверти миллиарда долларов, а точнее 265 миллионов. Так что прощание с ним, пока нет явных доказательств, влетит в копеечку. Слухи снова оказались правдой. Warner Bros. анонсировала файтинг Мультиверсус. Герои различных вселенных сойдутся в смертельной битве. Ария, Старк и Бэтмен, Бакс, Банни и Харли Квинн, Чудо-женщина, Том и Джерри и еще множество других персонажей. У каждого будет своя суперспособность. Например, Ария сможет превращаться в других героев, а Шегги и Скуби-Ду будет швыряться особо смертоносными бутербродами. Игра предложит режим дуэли и командные бои 2 на 2 или 4 на 4. Релиз состоится в следующем году на консолях и ПК. Ну а скандальная трилогия GTA до сих пор пользуется нездоровым вниманием фанатов. Оказалось, создатели ремастера даже не знают, как выглядит логотип Rockstar. В оригинале у звезды справа 4 острия, а на мини-карте в ремастере их 5. На помощь приходят модеры. Они проводят сотни часов, исправляя косяки разработчиков. Всего за неделю они успели вернуть туман, придающий игре особую атмосферу. Исправили модели персонажей, восстановили удаленные песни, починили злополучный дождь и внесли десятки других исправлений. Впрочем, это логично. Ведь Rockstar всего одна, ей с такой работой не справиться. А фанатов много, так что кому исправлять игру, если не им? Анонсирован новый мультсериал про земляного червяка Джима. Если кто не знает, Джим – это давно забытый герой из игр 90-х. Игроки 30-40 лет, которые выросли на классике, наверняка его уже вспомнили и даже пустили слезу ностальгии. Потому что вселенная у игры на самом деле была крутая. Такая, знаешь, смешная и сюрреалистичная космическая опера про животных, которые борются за власть в далекой-далекой галактике. Так что, возможно, получится что-то интересное. Помнишь, недавно мы делились свежими впечатлениями о зомби-экшене Dying Light 2? Автор пожаловался, что сюжетом Такси никаким Крисом Увилоном и не пахнет. И внезапно на статью отреагировал сам Крис Увилон. Он сообщил, что написать сюжет игры ему так и не довелось. Когда-то он сделал лишь 5-6 квестов в духе Fallout New Vegas. Нелинейных, с выбором и последствиями. Но, возможно, после скандала студия их тоже удалила. И текущая версия практически полностью, а то и целиком, результат труда сотрудников студии. А еще Авилон предлагал разработчикам убрать кучу диалогов и сделать главной фишкой реакции мира на действия игрока. Но поляки ответили, что они сами с усами и справятся без его помощи. Ну что ж, как они справились, узнаем совсем скоро. Уже в феврале. Главная опасность для твоей психики – это не пятничные выпуски All In, а жестокие развратные японские аниме. Но не бойся. Роскомнадзор заверил, что неусыпно стоит на страже. И только с этого марта заблокировал более 2000 ссылок на неправильные мультфильмы. В ремастере GTA San Andreas есть бар. На его стене висит куча фотографий мест, где заметили НЛО. Все они взяты из других известных игр Rockstar, кроме одной. На ней изображен самый обычный белый дом по Флориде. И теперь некоторые фанаты считают, что это может быть первым скриншотом GTA 6. Сервис Game Pass ставит рекорды по доходам. А все благодаря Forza Horizon 5. В нее поиграло уже более 10 миллионов человек. И игра показала лучшую первую неделю среди всех игр Xbox. Том Холланд заявил, что играть супергероя в маске легко. Почти все трюки появляются благодаря компьютерной графике. А вот съемки в Uncharted его просто доконали. Везде пришлось все делать самому, а это очень тяжко. Актер даже заработал воспаление сухожилий. И, наконец, напоминаю, что начались распродажи в честь Черной Пятницы. Огромные скидки буквально во всех магазинах. Ну, как минимум на консолях. Так что есть смысл заглянуть во все сразу. Наверняка найдется что-то интересное. Вот такими новостями закрываем эту рабочую неделю. Как всегда, желаю тебе хороших выходных. И не забывай время от времени заглядывать в телеграм-канал Островская Читает и слушать там что-то приятное. Но если уж совсем соскучишься. И увидимся уже в ближайший вторник. Береги себя и свою психику. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok